Всем привет! Сегодня мы с вами будем считать директорский маркетинг план, дубль 2. Да, все классно видно, замечательно. Итак, для начала мы с вами поговорим о том, из чего же наш доход вообще существует, какие виды доходов, да? Да, повторение мать учения. Ну что делать? Запись просятся, я не могу дать ту запись, поэтому будем по новой проводить, и чтобы уже все было идеальненько, чтобы наши новички не путались. Вот, да, все, что не делается, все к лучшему. Вот, конечно, у нас с вами есть три вида дохода, очень много кто с уровня директора открывает свои агентские пункты, да, сидят там, зарабатывают, и я хочу сказать, что если агентским пунктом пользоваться с умом и вкладывать в него очень много времени, то агентский пункт дает результат, дает прибыль, да, но, в принципе, для хорошего, реально быстрого роста вам нужно именно создавать свою структуру. Также у нас есть доход от прибыли, от прямых продаж, да, все мы с вами знаем, что если мы с вами делаем более 50 баллов, то у нас скидочка на всю продукцию получается 26%, и, конечно же, 26% намного выгоднее, чем 20%, да, 20% это если мы с вами делаем до 50 баллов и заказ, и тогда, конечно же, очень выгодно бывает продавать. Также выгодно продавать на уровне вип-консультанта, да, то есть люди продают, и кто делает лично 200, 300, там, 500 баллов, им возвращается еще денежка 10% объемной скидки свыше 100 баллов, да, и тоже неплохо можно заработать, да, вот. Конечно же, я вам честно признаюсь, что я никогда не продавала, агентских пунктов у меня не было, я всегда собирала заказы со своих родственников, со своих близких подруг, и в итоге они регистрировались, потому, и, конечно, с уровня примерно старшего директора я 50 баллов начала делать себе сама, потому что там уже начинает позволять выплаты, да, к примеру, если взять, к примеру, Россия, да, ну, к примеру, вы старший директор, да, вы получаете свои там, ну, к примеру, 30-40-50 тысяч русских рублей, да, у кого как, смотря какое построение, да, и заказ 50 баллов, да, мне обходился от 3,750 до 7,5, да, если брать половинчатый балл, и поэтому я сейчас покупаю просто сама себе, я уже не продаю, и все, кто у меня раньше покупал, родственники, подруги, друзья, я всех зарегистрировала, потому что очень выгодно покупать именно самим себе, иметь свой личный кабинет, потому что там у нас с вами есть все, да, есть стартовая программа, по которой можно целых полгода получать подарки, они получают скидку 26% от цены каталога, и, конечно же, они получают подарки по программе Фаберлик Клуб. Давайте же с вами вспомним, что такое Фаберлик Клуб. Если лидер сделал лично 15 баллов, от скольки подарков ему положено? Кто мне подскажет? Напишите циферку в чат. От одного, правильно. А если лидер сделал 50 баллов личного объема, сколько ему подарков положено в следующем каталоге? От трех подарков. А если лидер сделал 150 баллов? 10 подарков. Молодцы. А если лидер сделал 200 баллов? Вопрос с засыпкой. Все равно 10. Умнички. Потому что старт бонусы начисляются до 150 баллов. 150 бонусов максимально начисляет компания. И сейчас мы с вами хотим поговорить о том, что наш доход как лидера может складываться из двух составляющих. Это прибыль от личных продаж и, конечно же, объемная скидка. Я всегда с момента регистрации делала упор именно на то, чтобы ни на что не отвлекаться особо, да, и максимально рекрутировать, максимально приводить новичков в свою команду, как минимум один в день, да, если вы это научитесь, у вас команда будет крепкая, у вас команда будет дружная, и будет вообще все здорово, да. То есть я находила одну регистрацию в день, я созванивалась с этим человеком, знакомилась, и мы начинали вместе строить структуру, да, вот. И, конечно же, все идет хорошо, если научиться регистрировать от одного человека в день. Это очень важно сейчас понимать. И, конечно, я сегодня мы с вами будем учиться считать свою объемную скидочку и разберем такие вопросы, как, как вам даже сказать, разберем такие вопросы, когда бывает, что лидер на 9%, но он почему-то мало зарабатывает. Почему? Почему директор может получить всего лишь 700 рублей за свой заказ, да, то есть бывают всякие, всякие казусы, которые почему-то, как вам даже сказать, мы не умеем считать маркетинг-план, в принципе, считать его необязательно, если вам не хочется его считать, но компании нужно обязательно доверять. Она всегда рассчитывает верно, и все эти расчеты в кабинете, они верные, да, поэтому нужно обязательно вернуть слайд, нужно обязательно доверять компании, что она вам насчитала, потому что это считает система, никто вас не обижает, да, и, конечно же, Лиля, скриншот хочешь снять, да? Как снимешь, отпишись, что ты сняла скриншот. Да, сняла, да? Конечно, у нас с вами есть до-директорский маркетинг-план и после-директорский маркетинг-план. После-директорский он намного интереснее, потому что там уже идут много различных бонусов. Кто сегодня был на вебинаре Татьяны, ой, извиняюсь, Ольги, Ольги-директора, да, то все, наверное, видели, какие у нас есть бонусы, да, у нас есть и директорские бонусы, и бонус стабильности, и бонус материнства, и бонусы сыновления, да, и, конечно же, бонус развития и бонус быстрый старт. Бонусов очень много. Лилия, сняли скриншот, я перелистываю, да? Бонусов очень много, но это все бонусы идут с уровня директора, кроме бонуса материнства и бонуса усыновления. Бонус материнства и усыновления платится нам с уровня 15%, если мы на 15% были не менее 8 каталогов до момента родов или до момента усыновления, и тогда нам тоже компания платит равными суммами небольшие денежные взносы. Вот. Итак, дорогие коллеги, начнем с вами с самого порядка, с самого начала, извините. Хочется сказать, что до того, как под вами открываются директора, вся ваша структура – это личная группа, и ваш личный заказ входит в объем личной группы. Поставьте, пожалуйста, плюсики, понятно вам, что такое личная группа. Потому что очень часто спрашивают, Аня, что такое ОЛГ и ГО? Да, ГО – это групповой объем, это объем вашей группы вместе с вашими директорами. Если у вас еще нет директоров в структуре, то это все у вас ОЛГ – объем личной группы. Отлично. Итак, сейчас мы с вами поговорим о 10% объемной скидке, потому что очень много людей путается, что скидка от цены каталога, если человек с VIP-статусом не 26%, а 36% пишут, да, но 10% – это как раз-таки та самая объемная скидочка, которая высчитывается от заказов свыше 100%, и эти денежки, которые высчитываются 10% объемной скидкой, падают вам на ваш регистрационный номер, и этими денежками можно рассчитываться в следующем каталоге. Да, то есть это не плюс к скидке от цены каталога. Компания у нас с вами, так, перелеснулся слайд, извиняюсь, компания у нас с вами есть привилегированный покупатель. Это покупатель, который делает до 50 баллов и имеет скидку 20% от цены каталога на всю продукцию. Консультант – это уже покупатель, который имеет 26% скидки от цены каталога на все, кроме одежды и нижнего белья. Да, то есть и лидер с ВИП-статусом, он также имеет скидку 26% плюс 10% объемный бонус на все свыше 100 баллов. Итак, смотрите. Значит, для получения дополнительной прибыли в 10% консультанту необходимо иметь ВИП-стаж 3 и более периодов и выполнять не менее 150 баллов личного объема. И бонус 10% при выполнении 150 и более баллов вы получаете 10% объемную скидку. То есть, смотрите, внизу есть пример. Да, то есть дополнительный доход от компании, да, это вам начисляется, составит… Если, к примеру, лично вы сделали 600 баллов, вы вычитаете 100 баллов и 500 баллов умножаете на 10% и умножаете на 60 рублей. И ваш дополнительный доход получается 3000 рублей. Поставьте, пожалуйста, плюсики, понятно ли вам. Это только с вашего личного объема. Мы считаем сейчас личный объем. Отлично. Ну, вчера мы с вами все разобрали. Сегодня тот, кто пришел на повторение, понятно, что уже все понятно. Молодцы. Итак, сейчас мы с вами видим баллы на выплату по странам. Россия – это 60 рублей балл на выплату. Украина – это 18 гривен балл на выплату. Казахстан – это 300 тенге балл на выплату. Беларусь – это 1,6 белорусских рублей. Да, и Молдова – 18 лей. В России высчитывается балл по заказу страны. Да, то есть мы умножаем балл по заказу на 0,8. К примеру, мы, если взять пример России, то 75 мы умножаем на 0,8 равно 60. То есть мы умножаем минимальный балл. Да, все мы с вами знаем, что у нас есть полные баллы, а у нас есть половинчатые баллы. Половинчатые баллы, они идут за акцию и одежду. А полные баллы – это как раз-таки идет 75 рублей, если взять пример Россию. Нет, это не зарплата, это балл на выплату, Евгения. Вот, смотрите. Если покупать одну одежду, то заказ может выйти до 7500 рублей. Если покупать по полному баллу, например, продукцию Сингара и так далее, то 50 баллов выйдет на 3750. Да, то есть суммы могут быть очень разными. И поэтому иногда новички путаются, почему у меня 50 баллов выходит разными суммами. Так вот, именно поэтому, что есть половинчатый балл, это акционный балл и балл на одежду, а есть полный балл. Итак, о, я забыла тут исправить, извиняюсь. Да, у нас с вами сейчас 19 зарплат в году. Все мы с вами знаем, что у нас 5 двухнедельных каталогов. Следующий каталог номер 3 будет двухнедельный, первый в этом году. Вот, и поэтому у нас с вами 19 зарплата, не 12, у нас с вами идет также после заключения договора с компанией стаж. У нас с вами есть белая зарплата, потому что, когда идет стаж, конечно же, зарплата всегда белая и постоянно растущий доход. То есть мы с вами зарабатываем от 3 до 23% в зависимости от товара, оборота нашей группы. И причем вся группа, это все, кто зарегистрирован не только нами, но и нашими лидерами команды. То есть неважно, зарегистрировал под вас директор новичка или ваш новичок зарегистрировал новичка. Со всеми людьми мы работаем, и это все наша группа. И чем больше наша структура, чем, соответственно, будет больше оборот. То есть давайте приведем пример, что вот мы, к примеру, с мужем на проекте 2 года с небольшим датой регистрации 26.11.2014 год, то есть 2 года с хвостиком. Но мы успели выполнить свой план. Мы перешагнули рубеж 200 тысяч баллов за 2 года. Почему? Потому что мы всегда старались быть дружными, и мы всегда старались работать со всеми. Если мы видели, что этот человек в моей структуре, то мне было неважно, кто его привел. Новичок, моего новичка. Или его привел, допустим, директор уже мой. Я никогда не говорила, ты директор, ты и работай. То есть я не выбирала, я работала вместе со всеми, и все, кто ко мне обращался, получали от меня какую-либо помощь и поддержку. И поэтому, если вы, дорогие коллеги, будете жить дружно, да, у меня чудо-муж, потому что он водился с дочкой, когда я вела вебинары в 6%. Да, я его очень уважаю, он мне очень много помогал. Вот, и, конечно, хочется сказать еще вам тут, что чем раньше вы поймете, что вся ваша команда – это ваши люди, тем быстрее у вас будет команда дружнее, и тем лучше будет ваш рост, потому что вы будете дружными, сплоченными, и вы будете один за всех и все за одного, как три мушкетера. Вот. Итак, давайте с вами поговорим сейчас о додиректорском маркетинг-плане. Перед вами табличка, и первая графа – это идет консультант. То есть, смотрите, личный объем ваш прибавляется в количество баллов по маркетинг-уровню, да. То есть, если вы сделали лично 50 баллов, и под вами сделали лично тоже кто-то 50 баллов, да, под вами новички, то 50 до 50 будет 100, и вы будете на трехпроцентном уровне. Понятно, дорогие коллеги? Поставьте плюсики, минусики. Вот, да. Если, к примеру, под вами уже сделали новички, допустим, 5 человек по 20 баллов, или, к примеру, 3 человека по 50 баллов, да вы сами 50 баллов сделали, то вы уже лидер на 6%. Ваш оборот будет 200 баллов, да. 5 и 4 – 200. И вот таким вот образом мы с вами растем, потихонечку, постепенно набираем свою команду. И, конечно же, самый классный уровень – это уже уровень старший вице-директор или кандидат-директора, когда уже выплаты у нас на самом деле шикарные, когда при правильном построении мы зарабатываем на самом деле очень хорошие деньги. А если сделать лично 50, но есть 100? Лилия, если вы сделаете лично 50 баллов и под вами сделали 100 баллов, ваш объем личной группы составит 150 баллов, и вы уже будете денежку получать не со 100 баллов, а со 150. Что такое 3,6%? Это уровень. Если в вашей структуре набрано 100 баллов, то вы на 3%. Если в вашей структуре набрано 200 баллов, то вы на 6%. Если в вашей структуре набрано 600 баллов, то вы на 9%. Если в вашей структуре от 1000 баллов, то вы на 12%. Если 1500 баллов, то вы на 15%. Если 2000 баллов, то на 19%. И свыше 3000 баллов вам будет платиться 23% на сеть. Ну, он влияет как раз на выплаты, которые мы с вами сегодня собрались считать, Мариночка. После каждого каталога баллы обнуляются. Нет, они не обнуляются, они пересчитываются в деньги. Да, баллы пересчитываются в деньги. Лидеру, который сделал 50 баллов, начисляется по его процентному уровню денежка. И этот лидер тратит денежку на свое усмотрение. До уровня 15% ваши деньги вам поступают на счет в кабинет Фаберлик. И этими деньгами вы можете расплачиваться за заказы, но не более чем 65% от момента заказа. Если у вас списывается, допустим, 65%, но у вас еще остались деньги на счету, эти денежки копятся, они суммируются. Вот, то есть они не пропадают. Поставьте, пожалуйста, плюсики, минусики, все ли понятно. Задайте вопросики и поедем с вами на следующий слайд. Вопросов нету. Да, всем все понятно. Спасибо вам большое за обратную связь, потому что для меня это очень важно. Кое-как зашли. Ну ничего, мы практически еще... Ну так-то уже вебинар 18 минут идет. Итак, сейчас перед нами с вами маркетинг-план, ой, построение лидера. Если взять пример вот этого вот лидера, который лично сделал 50 баллов, то его заказ, как мы с вами знаем, входит в личную группу, да, в личный товарооборот. Что стоит много баллов? Сингара. Сингара стоит много баллов, и продукция не по акции, она тоже много баллов весит. Вот, смотрите. Значит, если новичок привел троих новичков в свою Сингару, ну пока она есть, но говорят, что она будет на перевыпуске. Она на перевыпуске скоро будет. Лидер 20 баллов набрал каких? Лично? Не поняла вопрос. Если вы сделали 20 баллов, то выплат за структуру вы не получите, но не обязательно же прям с 3% забирать. Самое выгодное делать 50 баллов с 6-9%, там уже платится хорошая денежка, а на 3% можете не забирать, Вера. Не по акции, это по черной цене, да? Да, Даша. Черная цена и идет полный балл. Итак, смотрите. Лидер привел троих людей к себе, да? И не важно, кто их зарегистрировал, да? Он сам или наставник, да? Но эти лидеры делают заказы. И эти заказы стоят какие-то баллы. И вот эти баллы, они все суммируются, плюс баллы самого наставника, и все вместе получилось 140 баллов. Поняли, откуда 140 баллов? У всех висит, дорогие коллеги? Ни у кого не висит, да? Поняли, да? И сейчас мы с вами будем считать по формуле. Значит, 140 баллов мы умножаем на балл на выплату своей страны и умножаем на процентный уровень человека. Если человек на 140 баллах, давайте мы с вами посмотрим, вспомним, да? Давайте мы с вами вспомним 140 баллов. Какой это уровень? Да, то есть 140 баллов – это вот тут вот. То есть лидер на скольки процентах? На трех, да? А если бы у лидера было, допустим, 650 баллов, на скольки бы лидер был процентах? На девяти. Молодцы. А если бы лидер был, допустим, на 1499 баллах? Вот у него в структуре 1499 баллов. 12, правильно. 12. Да, 12. Молодцы. То есть, если лидер на трех процентах, то его уровень от 100 до 199 баллов. Если лидер на шести процентах, то его баллы от 200 до 599. Если лидер на девяти процентах, то его баллы идут от… Давайте я вам сейчас сброшу эту ссылочку с командного сайта, ссылочку на маркетинг план. Вы найдете эту табличку. Она практически в самом верху. Это 3%. И получит он… Валентина, умница. Умница. Да. То есть, я вам сейчас скину вот эту вот табличку. Да. И вот как раз с этой табличкой вы будете ориентироваться дальше и будете смотреть, сколько баллов у новичка по структуре и на какой процент умножать, чтобы высчитать денежку у новичка. Итак, давайте с вами посмотрим, значит, какая у нас с вами формула. Мы 140 баллов умножаем на балл выплату вашей страны. Я буду умножать на 60, потому что живу в России. Если Украина, то вы умножаете на 18, Казахстан на 300, Беларусь на 1,6, Молдову 18. Да. Умножаем на 60 и умножаем на 0,03%. И вот по этой формуле мы будем считать. Если бы новичок был на 6%, мы бы умножали на 0,06. Если бы новичок был на 9%, мы бы умножали на 0,09. Всем все понятно, дорогие коллеги? То есть 140 умножаем на балл на выплату вашей страны и умножаем на 0,03. И получается, наш новичок заработал 252 рубля. Он уже на 6% и он забирает свои выплаты за структуру. И эти 252 рубля он может списать за заказы в следующем каталоге. К примеру, он сделал заказ на 5 тысяч, и ему осталось заплатить будет 4,748. Потому что 252 рубля у него спишется автоматически из заказа за то, что он заработал. Понятно, что чем выше процентный уровень, тем выше ваш доход. Ой, извините, на 3% это я уже заговорилась, но вы, наверное, меня поняли уже и простили, да? Руфина, если вас догнали и у вас построение такое, что нет других веточек, а только ветка наставника, то если вы на 9% и под вами 9% и лидер забирает свою объемную скидку, 9-9 равно 0. И за свои 50 баллов вы получаете только по 9%. То есть 50 баллов вы умножаете на балл на выплату вашей страны и умножаете на 0, допустим, 0,9, да, к примеру. И у вас высчитывается, да, у вас высчитывается ваш заработок. Да, то есть вы получаете, но со структуры вы не получите ничего, потому что да. 1,6, 1,6 мы считали. Вот, дальше, дорогие коллеги, смотрим. Сейчас у нас с вами, вот когда у вас уже будет большое построение, да, то у нас с вами получится такая вещь, как мы будем учиться высчитывать маркетинговую разницу. И вот это вот самое интересное, потому что вы уже будете видеть, сколько зарабатывают ваши лидеры. А это самое радостное для любого человека, который работает, да. Да, Беларусь 1,6, да. Да, я. Спасибо. Да, да, да. Раньше считали, нули, 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 сидишь, пересчитываешь нули и думаешь, боже ты мой, правильно ли я написала нули. Вот. Значит, смотрим. Если взять, в пример, первую веточку, на скольки процентах у нас с вами первая веточка получается? Вот это вот. Да? Сколько, на скольки процентах вот этот вот человечек, у которого галочка? Нет, он не на трех, он пока на нуле процентов. И выплату своей структуры он не получит. Да, молодцы, на нуле. На скольки процентах вот этот вот человечек? Венера, ничего бывает, как у меня вчера получилось. На трех, молодцы, да, 55 до 45, до 50, до 30, на трех процентах, да. На скольки процентах этот человечек? Ноль, да. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из этих людей получит свои выплаты за структуру? Нет, а почему нет? Молодцы, правильно, потому что нет 50 баллов личного заказа. Угу, угу, молодцы. Итак, стираем все. Так, еще один такой же слайд. Итак, смотрите, дорогие коллеги, если... Давайте с вами посчитаем, на скольки процентах этот лидер. Где галочка идет. Где галочка идет. На трех процентах, да. То есть, смотрите, у нас с вами что получается. Если верхний лидер на шести процентах... Ой, как криво. Ну, ладно, главное, чтобы вы поняли, да. А этот лидер, нижний, на трех процентах, то у нас с вами тут получается маркетинговая разница. Если он забрал свои выплаты за структуру, то у нас получается 6 минус 3. И вот этот лидер, вот этот лидер получает вот с этого человека по трем процентам. Всем ли понятно? Да, то есть, он получает по трем процентам. Чтобы нужно в следующий день прийти, нужно сделать 50 баллов обязательно. Нет, не обязательно делать, но чтобы получать выплаты за структуру, да, нужно делать 50 баллов лично. Да, получать с его структуры. Да, то есть, вот такие вот у нас с вами идут правила по маркетинг-плану. Давайте с вами сейчас будем считать. Да, то есть, вот этот лидер верхний, сейчас я сотру, все сотру, да, вот этот лидер верхний у нас с вами по 6% будет получать вот с этого человека, с этих баллов, с этих баллов, с этих баллов и с этих баллов, и их можно прибавить. Так, галочка некрасивая, да, то есть, их можно все прибавить и умножить на 0,06, да, вот эти баллы суммировать и умножить на 0,06, да, будет, большая чак. Вот, далее, значит, а вот с этого лидера он получает по уже по 3%, да, потому что 6 минус 3 равно 3. Будем с вами считать, дорогие коллеги. Давайте с вами посчитаем. Давайте посчитаем поветочно, сколько человек получит с первой веточки, на которой я поставила галочку. Будем учиться, да, то есть, у нас 30 до 50, это получается 80 баллов, то есть, мы с вами 80 баллов, да, умножаем на балл на выплату вашей страны, да, то есть, я умножаю на 60 свою страну и умножаю на 0,06, что у меня получается. Продолжение следует... 288. Ой, какие ответы интересные. Откуда 1440? 288. Правильный ответ. 288 рублей с первой веточки. А, Казахстан. Молодцы, молодцы, молодцы. Извините, я почему-то… Да, так выходит. То есть, если мы считаем выплаты в Казахстане, мы 80 умножаем на 300 тенго и умножаем на 006. Да, 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 в тенго верно выходит. Молодцы. Да, то есть, я сейчас 288 рублей, я высчитала в валюте России, дорогие коллеги. Да, в валюте России. Итак, давайте с вами считать выгоду со второй веточки. Да, то есть, вот с этих 30 баллов лидер у нас с вами получит по 6%. Мы с вами поняли, да? А со 150 баллов лидер получит по 3%. То есть, мы 30 баллов умножаем на балл на выплату и умножаем на 006. У нас с вами получается, что, да? Тонечко, привет! Вот. И далее у нас с вами 150 баллов. Мы с вами умножаем также на балл на выплату вашей страны, да, в моем случае 60 рублей, и умножаем на 003. И сколько у нас получится с веточки? Я считаю вместе с вами, но теперь два раза пересчитываю. Так, 30 мы умножаем, 30 умножаем на балл на выплату, я умножаю на 60 и умножаем на 006. Да, то есть, у нас с вами получается с 30 баллов, с 30 баллов сколько получается? 108. Молодец, Настюша, 108. Так, 108 рублей. И со 150 баллов у нас сколько получается? По 3%. Да, то есть, мы 150 умножаем на 60 и умножаем на 0.03. 270. Да, потом, значит, мы с вами 108 прибавляем 270. И со второй веточки лидер у нас с вами получает 378 рублей. Да, то есть, с первой веточки 288 рублей. Записывайте свою валюту в своей страны обязательно, Любочка умница, Беларусь подключилась. Да, и 288 и 378. Далее считаем с вами третью веточку. Третья веточка у нас такая же, как первая. Да, и также у нас с вами получается 80 баллов суммарно, да, 30 до 50. Мы умножаем на валюту нашей страны и умножаем на 006. И у нас с вами также получается то же самое, да, 288 рублей. И теперь доход нашего лидера с объемом личной группы 390 баллов, у которого уже есть лидеры в группе, которые делают баллы, забирают свои выплаты, да, у нас с вами составил 288, умноженное на 2 и плюс 378. И получается 954 рубля. Да, 954 рубля лидер получил. Эти 954 рубля у него также в следующем заказе, пока он не открыл ИП, у него это будет списываться из заказа, да, то есть, допустим, лидер сделал заказ на 5000 рублей, а заплатил за него, к примеру, 4, уже 4,046, да. Запуталась лидер, хорошо. Да, с личного заказа всегда мы получаем по своему процентному уровню. Если я, допустим, на 23%, то я со своих 50 баллов получаю 690 рублей. Я считаю уже 50 умножить на 60 умножить на 0,23. Молодцы! Молодцы! Со своих 50 баллов он тоже должен получить. Молодцы! Да, да, молодцы! То есть, лидер получил со своих людей 288 умноженные на 2, да, за 2 веточки и 378 рублей. Еще он получает за свой заказ, да, за 50 баллов. Умницы! Просто здорово, да! 50 баллов мы с вами умножаем на… Так, на 60 рублей и умножаем на 0,06%. У нас с вами получается 180 рублей, да. 180 рублей за свой заказ. 954 плюс 180. Я все на калькуляторе пересчитываю. Больше в уме не буду. И лидер получает 1134 рубля. Все все поняли, дорогие коллеги? Поставьте плюсики, минусики. Замечательно! Я считала Россию. Нет, что непонятно? Что непонятно? Откуда какие суммы взялись непонятно, да? Любочка запуталась, да? Люб, если у тебя суммы не совпадают, то потому что мы считали… Я считала сейчас в рублях, а ты считаешь в белорусских рублях. По веточке, которая в серединке, да, Таня? Ну, потому что этот верхний лидер, он на процентном уровне, но он не сделал, не сделал свои 50 баллов, и он не забирает свои выплаты за структуру. И поэтому он, ну, как 30 баллов, это, как вам даже сказать-то, да, то есть он, как сказать, ну, не консультант, он не считывается. Ему компания зарплату не платит, да, поэтому он идет, как бы, вот он получает по 6%, потому что между 150 баллами, да, и вот 6% лидером как раз вот этот человечек, да, есть, который и не забрал свою выручку, и ничего не забрал. Но лидер, так как он сверху на 6%, он именно по 6% и забирает свои выплаты. Да, перед глазами нужна таблица, поэтому я вам эту табличку скинула, чтобы вы ее открыли и держали открытыми, иначе, да, вы запутаетесь. А тот, кто сделал 50 баллов, да, под ним уже сделали не только он 50 баллов, под ним сделали 45 и 55, и все вместе у него получилось ОЛГ-150, да, то есть он на 3%. Он получает по 3% этот лидер. И П открывает, компания разрешает открывать с 15% уровня, Мариночка. Вторая веточка, 30 баллов мы высчитываем по 6% лидер получает, а по 150 баллам уже по 3%, потому что там идет маркетинговая разница уже. Он не на 180 баллах, 6% лидер, который в самом верху, он на, у него объем личной группы 390 баллов. 6% это от 200 до 599, это все 6%. Второй в середине на 3%, у него объем личной группы 150 баллов. До 200 это все идет 3%, то есть 199 баллов, это тоже 3%. В середине человек, который не забрал свои выплаты. Можно проще, еще проще, 390 баллов, умножаем на групповой оборот. А, ну, в смысле, вычитаем, да, вычитаем доход лидера. Можно тоже, да, можно вычесть доход лидера. Так, одну минуточку, секунду буквально. Во второй веточке уже появилась вот та самая маркетинговая разница. Про похудение вебинара. Да, я обещала, Настюш, надо провести. Постараюсь в ближайшее время вам все рассказать. Да, и в третьей веточке тоже маркетинговой разницы нет. Разобрались, дорогие коллеги? 3% получит 450 рублей. Так, давайте посчитаем. Значит, лидер, у которого 150 объем личной группы, его заказ мы прибавляем, и получается, значит, 150. Мы умножаем на 60 рублей и умножаем на 0,03. Он получит 270 рублей. Да, Лилия, все верно. А там сейчас нету логина и пароля. Непонятно, да? Ну, тогда, Леночка, придется созвониться со своим директором, и директор будет рисовать, уже сидеть отдельно. Да, если непонятно. Я его, я его деньги, я его личный оборот прибавила в ОЛГ. Да. Если вы имели в виду, что Наташа, если за свои 50, то я его 50 прибавила в ОЛГ. То есть 50 плюс 45 плюс 55. Получилось 150. И я все 150 умножила. Ага, все. Ну что, поедемте с вами дальше. Мозг кипит, да? Очень хорошо. И еще круче, дорогие коллеги. Но это уже последний слайд. Больше не будет уже. Да, я тут уже все подписала, потому что на вчерашнем вебинаре, вот как раз мы с вами, я неверно сосчитала, новички сосчитали правильно, я сказала, что это неправильно, потом смотрю, боже ж ты мой, я вместо 45 прибавила 5. Да, вот. Да, у нас выплаты разошлись. Я потом села пересматривать, потому что у меня какие-то сомнения появились. Я села пересматривать и увидела свою очень грубую ошибку. Да, смотрим сразу тех, кто делает 50 баллов. Значит, сколько у нас получит верхний лидер? На скольки он в процентах? 390 ОЛГ, это я нечаянно, кажись, не удалила, потому что 360 до 200 до 340. Он ровно на 6%, ой, на 9% он ровно. Да, ровно на 9. Да, ровно на 9. 390 сверху, это неверно. Это я с прошлого слайда забыла удалить. Да, на 9%. То есть, 390 – это 600 баллов. 600 баллов. Вот, и так, значит, лидер на 9%. 360 до 200 до 340. Сколько это будет? Я опять, да, давайте на калькуляторе. 360 плюс 200 плюс 340. Ровно 900. Да, да. Проверяйте меня в этот раз, пожалуйста. Да, 900. Да, Машенька, плюс 100 своих. Все верно. Так на скольких процентах лидер? Молодцы, умнички, заметили. Маш, вот не ты бы? Здорово, молодцы. Да, все. Значит, лидер идет у нас 600. Погодите, 600. 600 плюс 100. 700. Ну, опять мне кто-то в двери звонит. Что же это такое? Мне сегодня к вам не отпустят вебинар провести. И дома, как назвать никого. 900, 900 плюс 100. Умнички, умнички. Давайте считать. Маркетинговая разница тут есть, как вы думаете? Есть. Да. Допустим, сколько, по скольки процентам лидер получит с первой большой веточки? Да. Если веточка идет на 12 процентах. А нижняя веточка на скольких процентах? Нижняя на 6. 360 это 6. То есть, мы с вами 12 процентов вычитаем 6 процентов. И получаем по 6. Да, разницу в 6 процентов. Как сейчас мы с вами будем считать это? Кто-нибудь понял формулу? Да, нет. Да. 9 минус 3 равно 6. Молодец, Лилия. Почему 9 минус 3 равно 6? Так, я не то похвалила. 12 минус 6. Да. 360 умножить на 60 умножить на 0,6. Правильно. То есть, смотрите, давайте с вами сейчас возьмем так. Сначала личный заказ. Да, личный заказ. Личный заказ это ВИП. Он сделал 100 баллов ровно. Да. И мы сейчас 100 умножаем на балл на выплату вашей страны и умножаем на 0,12. Это первая выплата, да. Потом в конце сосчитаем на калькуляторе. Вторая веточка, да. У нас получается, что лидер получает по 6 процентов с этой веточки, да. 12 минус 6 равно 6. Это значит, мы 360 умножаем на балл на выплату нашей страны, да, в которой мы живем. И умножаем на 0,06. Равно. Да. Третья веточка. На скольки она процентов? Третья веточка. На скольки процентах? Где галочка стоит? 200 баллов у ЛГ. На 6. На 6, да. На 6 процентах это значит, что мы 12, также вычитаем 6 и также получаем по 6 процентам, да. То есть 200 баллов мы умножаем на 60 и умножаем на 0,06. Это третья веточка, вторая веточка, да. Вот. Третья веточка, где стоит сейчас, я сейчас поставлю галочку, на скольки процентах? Третья веточка. Третья веточка. Третья веточка на 6, да. 50 до 50, до 45, до 150, до 45. 340. 340 баллов, да. От 200 до 599. Это у нас с вами идет 6 процентов, да. И лидер тоже получает маркетинговую разницу по 6 процентам. Таня, ты ошиблась или я ошиблась? А то я уже переживаю после вчерашнего. Ты, да? Ну, ладно. Да, то есть, третья веточка у нас также идет. 340. Мы умножаем на 60. Это балл на выплату моей страны. И умножаем на 0,06. Да, и получаем. И вот сейчас мы с вами будем считать. Я вместе с вами буду считать, но по два раза. Так, сначала высчитываем зарплату за свой заказ, да. То есть, 100 баллов я умножаю на 60 рублей и умножаю на 0,12. У нас с вами получается 720 рублей лидер получает за свой заказ, да. То есть, компания вот такие денежки вернула. Вторая веточка. 360 баллов мы с вами умножаем на 60 рублей и умножаем на 0,06. У нас с вами получается 1296. Третья веточка. 200 баллов личной группы мы с вами умножаем также на балл на выплату вашей страны, в моем случае рублей, и умножаем на 0,06, потому что везде маркетинговая разница, да, у нас с вами получается такова. 720 рублей, да. 720, вот, Игорь, вижу. Ага, молодцы, Олечка. Умницы, умницы. Так, 720. И третья веточка у нас с вами идет 340. Мы умножаем на 60 рублей и умножаем на 0,06. 1224. А что такое Вася... А, Г... Поняла, Молдова. Анюта считает у нас лей. Так, третий веточка. А мы сейчас считаем доход верхнего, который на 12%. Ой, Валентина, да, да, ты уже вперед погнала. Мы еще вернемся, вернемся. Тут как раз написано и хорошее построение, и одноветочное, и мы сейчас с вами все увидим. Валентина уже, ну, молодец, конечно, хорошо, когда умеешь, но будем за всеми успевать, потому что, если честно, я, как вам даже, наверное, процентов до 12, я никак не могла понять, что такое маркетинговая разница. Вот реально, я не могла понять, но я особо и не старалась, мне не хотелось. Но я сейчас понимаю, что, вот, допустим, в моей команде были новички, которые, ну, не хотели, да, хотели, наоборот, знать, почему им заплатили вдруг больше, чем они ожидали, или вдруг меньше. Им было очень интересно разобраться, да. Сейчас мы с вами будем считать, значит, 720 рублей, да, я прибавляю 1296 и прибавляю, так, опять 720 и прибавляю 1224. 3960, молодцы, да, 3960 получает этот лидер, да, а те, кто получают, сколько под ним уже денег получает, это уже проблемы лидеров, которые под ним, то есть он заработал 3960, да, то есть под ним три трехпроцентных веточки, которые забирают свои выплаты. Да, все, великолепно, молодцы, молодцы, все, правильно сосчитали. Сейчас будем с вами, сейчас я все сотру, и будем с вами считать доход вот этого вот лидера. То есть, смотрите, тут тоже ярко выраженная маркетинговая разница. Скорее всего, лидер немножечко подождал, пока под ним отстроится структура, да, или не мог работать по причине у какой-то уважительной. И так получилось, что нижний, да, его, грубо говоря, догнал, да, догнал. Да, мы с вами видим, что и нижний 280 баллов имеет, и верхний 360 баллов имеет. Они оба на каком процентном уровне? Шестерочки, да, молодцы, на 6% уровне. Но, смотрите, вот, допустим, если взять пример вот этого вот лидера, да, то у него очень хорошее построение, да, у него и тут 115 баллов, и тут 115 баллов, да, и он уже получает, пусть по своей маркетинговой разнице, да, но он уже стабильно выплаты получает. Этот же лидер, так как он не успел отстроить свою веточку, которая равна стольки-то же, да, то у него только стрелочки и курсор. Юляш, перезайди, пожалуйста. У всех так, дорогие коллеги, всем виден слайд, который я рисую? Да, всем видно, да? То есть, смотрите, верхний лидер, у которого объем личной группы 360 баллов, начал недавно строиться вбок, и нижний его уже догнал, да, верхний на 6 и нижний на 6, оба сделали по 50 баллов, то есть нижний забрал свои выплаты, и верхний у нас с вами получается 6-6 равняется 0, да, и верхний лидер получает вот с этой вот компании, вот с этой вот компании себя со своего заказа и с этих заказов по 6%. Понятно, непонятно, я переживаю. Понятно, да? То есть, он получает по 6%, то есть, мы 50 плюс 15 плюс 15 прибавляем, потому что это весь объем личной группы и вошней, да. 80 баллов, да, у нас с вами получилось. Да, понятно, молодцы, молодец, Анюта. Да, 80 баллов у нас с вами получилось, и мы эти 80 баллов также умножаем на балл выплаты вашей страны и умножаем на процентный уровень лидера, то есть, умножаем на 0,06. 80 умножаем на… Ой, почему-то я 50 сделала. Умножаем на 60 и умножаем на 0,06. 288 рублей получает верхний лидер. Два раза перезашла, не вижу. Ладно, буду слушать. Потом… Да, Юляш, запись вроде идет, хорошая, все нормально. Должна быть запись, да? А нижний лидер как у нас с вами получает? Давайте я вас послушаю. Беларуси из 12%. Ой, Катюш, как здорово, я и не знала. Давайте сначала посмотрим, сколько лидер получит вот с этой, вот этот лидер, сколько он получит вот с этой веточки и сколько он получит вот с этой веточки. Да, Катюша у нас директор, у нее открыто ИП, и она точно знает, что… Да, Катюша Селиверстова у нас директор. Как раз живет в Беларуси, и там у нее открыто ИП, и… Да. 414 умножить на две ветки. Не поняла. Нет, девочки, девочки, мальчики, не суммы считайте, а скажите мне, по какой… Если тут маркетинговая разница, давайте я сейчас обведу в кружочек, а вы мне ответьте, пожалуйста. Мне очень важно, чтобы вы поняли. Если тут у нас с вами маркетинговая разница, вот в этой вот, у этого человечка, вот у этого есть, да? Есть, молодцы. Значит, вот этот человечек, у которого ОЛГ 280 баллов, он получает по… На скольких он процентов? Он на 6. Значит, вот с этого человечка он получает по 6%, да? А с этих баллов он получает уже по 3%. Потому что тут лидер ВИП. Он сделал 100 баллов, и его ОЛГ 100 баллов, да? То есть, с этого человечка он получает маркетинговую разницу 3%, да? А этот человечек, а вот с этого человечка он уже получает вот этот лидер. Да? То есть, и еще он получает за свой балловый заказ также по 6%. Да? То есть, вот это можно сложить вместе, можно посчитать по отдельности. Да? Сейчас я выделю то, что можно сложить. Сейчас я сотру, и мы с вами нарисуем. Вот это вот можно сложить вместе, потому что он за это получает по 6%, да? Верхнего мы уже не берем. Да, верхнего мы уже посчитали. Мы берем сейчас вот этих вот, да, людей. Каша в голове. Ничего страшного, Тоня. Вы знаете, я раньше особо не заморачивалась. Если у меня не получалось считать маркетинг план, а получалось хорошо рекрутировать, приводить людей в команду и созваниваться с ними, то я как-то особо и не заморачивалась. Это все со временем к вам обязательно придет. Вы даже не переживайте, если у вас не получается. Да, намного понятнее, да, Игорь? Ну, вот здорово. Значит, там был. Значит, то ошибку надо было сделать обязательно. Да, то есть мы с вами сейчас 15 до 50 прибавляем и можем сосчитать уже то, что можно считать по 6%. Да, то есть я вот таким вот образом всегда считаю. Да, 15 я прибавляю 50 и умножаю на балл на выплату вашей страны и умножаю на 0,06. И получается 234 рубля. Умнички все. Да, так. Так, получается 234 рубля, да, без маркетинговой разницы. Так, сейчас я стираю то, что мы считали. И мы с вами будем считать доход вот с этого лидера. Да, у этого лидера ОЛГ 100 баллов. Так, минуточку. Галочки то ставятся, то не ставятся. Вот у этого лидера 100 баллов. И мы с вами что делаем, да? То есть 6 минус 3 равно 3. То есть вот этот лидер получает с этого лидера по 3%. Да? То есть 100 умножаем на 0, ой, на 60. Ну, в принципе, да, без разницы. Умножаем на 0,03%. Да, получаем с вами 180 рублей. У всех 180 получилось. Отлично. 180 рублей. И с этого лидера, сейчас я сотру, выделю, что мы сейчас считаем. Да? Вот с этого лидера также по... Ой, почему-то не рисуется. Вот с этого лидера также по 3%. Да? То есть 115. 115. Мы умножаем на 60. Это я рубли говорю, да, сейчас и умножаем на 0,03. Сколько получается? Ох, у меня 20 тысяч получилось. Я забыла запятую поставить. Хе-хе-хе. 207 рублей. Да, 207 рублей. И что у нас с вами получается? 234 плюс 180 плюс 207. 621 рубль. Да, лидер получает. Умнички. Замечательно. 621 рубль. Ну что ж, дальше мы с вами расчеты вести не будем. Я думаю, вы уже поняли эту формулу. Да? 180, 207, 414. Почему 414, Игорь? У меня 207 получилось. 115, это мы все полностью сосчитали, Анюта. А, 15 баллов, 234 рубля. 15 до 50, 234 мы уже посчитали. Да, 234 плюс 180 плюс 207. Да, Игорь. Вторая ветка 207. А у тебя получилось 400 с чем-то рублей. Уже не помню. Со второй ветки мы 115 баллов умножаем на 60 рублей и умножаем на 0,03. Потому что у нас идет маркетинговая разница. Так, ну все. Свой личный мы уже посчитали в самом начале. Свой личный входит в 234. Мы его высчитали по 6%. Да, то есть мы прибавили его личный заказ 50 баллов плюс 15 баллов и 50 плюс 15 умножили на 0,06. Да, то есть у нас получается 621 рубль. Да, да, да. Ну все, молодцы. Итак, дорогие коллеги, я думаю, что мы с вами больше математикой заниматься не будем. Мы с вами просто сейчас немножечко поупражняемся. Скажите, пожалуйста, мы с вами посчитали, да, сколько получает лидер на 12%? Да, то есть как мне хочется это зачеркнуть? Я все, я чуть от этой суммы не сосчитала. Да, вот. Значит, мы с вами посчитали, сколько кто может получать. Мы с вами знаем, что если лидер строит веточку, если лидер пришел и ждет, что под ним кто-то что-то выстроит, и он будет зарабатывать деньги, сейчас мы с вами поняли, что такого не бывает. Чудес не бывает. Это нормальная работа. Она у нас с вами официальная, легальная. У нас идет стаж, мы платим налоги. То есть на нормальной, официальной работе нам с вами нужно сначала создать группу директорскую, да, а потом уже с нее получать денежку и не работать, если уже вам хочется. Да, то есть, если под вами есть хотя бы три директора, да, то вы золотой директор, и тогда уже ваш доход будет хороший, и ваши директора могут самостоятельно обучать своих людей, и тогда можно уже подумать о том, чтобы не работать, но никак не раньше, да. То есть вот на таком уровне, когда новичок недавно ко мне присоединилась, две недели ничего не делала, и мне пишет, Анна, вы никого под меня не зарегистрировали. Я говорю, я отправила видео, как активировать заказ, вы его не активировали, давайте созвонимся. Она звонит и говорит, а что, регистрации под меня пойдут только после активации, да, а женщина мне говорила, что она и на вебинары ходит, и на все ходит, и все понимает, да. То есть такая ситуация сложилась, что человек вообще ничего не понимает, он просто сидел и ждал обещанного, что вот ему отстроят структуру, он станет директором, и когда он там пойдет и пооткрывать, да. То есть, чтобы вот таких ситуаций не было, мы с вами, ну, примерно раз каталог будем собираться и учиться считать. Вот таким вот образом маркетинг план. И вот как раз вторая веточка у нас с вами идет, когда вот, допустим, верхний лидер, да, грубо говоря, бывают такие случаи, и таких случаев бывает много, и поэтому мы с вами должны уметь объяснить верхнему человеку, что если он не начнет строить кого-то в бок, да, свою веточку в бок, то он будет очень мало получать, и нужно работать самому на себя и не ждать никого, да. Да, обещанного три года, что-то, это правда. Ой, а некоторые такие не дожидаются. Поэтому сейчас мы с вами видим, что если у лидера, у этого, да, галочку ставлю, он сделал 50 баллов лично, он на 6%, то сколько, по каким же процентам он получит с нижнего лидера. Он что-нибудь получит с нижнего лидера? Скажите мне, у него в бок ничего нету. Получит. Пока нижний его не догонит, он получит свою зарплату. Он получит по 3%, дорогие коллеги. Да, да, да. Да, молодец, Валентина. Этот лидер получит разницу в 3%, да. А когда вот этот вот нижний лидер, на которого я сейчас навела стрелочку, выйдет на 200 баллов, и этот сверху тоже будет на 200 баллов, так и если останется, да, то 6 минус 6 будет 0. Пока что 6 минус 3 равняется 3, и он будет получать по 3%. Да, вот такая вот ситуация. Да, вот этот вот лидер, смотрите, да, очень часто бывает, да, обманно так получается, что вот этот лидер думает, ага, я сейчас получаю хорошие деньги, да, типа под ним ведет веточку наставник, под ним привел наставник человека, который делал 45 баллов, 55 баллов, да, и лидер по 3% со всех получает, да, как вы видите, хорошее построение, да, но когда, но когда, вот этот лидер его догонит, да, то получится вот такая же ситуация, как вот тут, да, в этом примере, да, то есть 6 минус 6 равно 0, и все. до минимум на 1 уровень, должен быть отрыв, чтобы был отрыв минимум на 1 уровень, нам нужно с вами вести 2 веточки или 3 веточки, да, но 3 веточки сразу мы с вами не ведем, я вам советую, я вам советую сначала вывести 1 веточку на 9%, потом открывать вторую, ее выводить на 9%, и помогать первой, да, первая вышла на 12%, ее, уже понимаем, что там лидеры есть, эту веточку можно передать на лидера, а самим открывать третью веточку, пока третью начали, уже вторая на 12% вышла, да, то есть вот таким вот образом, да, то есть чтобы никто никому никакой кислород не перекрывал, чтобы мы с вами зарабатывали деньги, да, вот мы недавно ко мне приходили в гости 3 девчонки от 18 до 20 лет, они ко мне пришли, мы с ними посчитали маркетинг план, и так интересно получилось, одна говорит, о, нам не выгодно, чтобы они 50 баллов делали, чтобы наши деньги забирали, так вот нет, дорогие коллеги, наоборот, чем больше лидеров в вашей структуре видят свои выплаты, тем больше в будущем у вас будет директоров. Аня, второй лидер со своих 50 баллов получает 3%, ну разницу, если бы он был один, но этих денег не уверен, да, да, то есть он со своих лидеров, он со своего заказа, да, он получает деньги, но он не получает деньги с того, кто под ним, да, то есть, да, нужно ждать, пока заказ делают, да, у меня вот, к сожалению, да, жадность вредна, и жадность не видит того, что в итоге, вот эти веточки, если они забирают выплаты, да, они станут директорскими, да, вот эти все, которые сейчас 360, 200 баллов, 340 баллов, да, они в итоге, они вырастут на директоров, и тогда у вас с 3000 баллов, с каждой ветки будет по 5%, а это уже шикарные деньги, это уже можно все, сидеть дома, работать, и не работать в интернете, вы будете золотым директором, вы получите, считайте, вы откроете простого директора, вы откроете старшего, серебряного, а три директорские ветки, это у нас с вами золотой директор, да, что получается, еще можно 4 чека собрать, 4 премии, я работаю, я ни за что не уйду, я на проекте всего 2 года, я наоборот, в компанию влюбилась, я уже вот так Ручь Петру жду, Юдашкина с удовольствием, жду, конечно, я работаю, я еще долго буду работать, да, вот, ну, дорогие коллеги, давайте с вами посмотрим последнюю веточку, да, последнюю веточку, и посмотрим, сколько же, кто сколько получает, да, смотрите, вот этот лидер на скольки процентах, около которого, ой, галочка опять плохо ставится, вот этот лидер на скольки процентах, да, у ЛГ должен быть не менее 1000 баллов, если у вас 3 директорские ветки, то у ЛГ 3000 баллов, да, все верно, ой, 1000, минимально 1000, полноценно 3000, Игорь, да, на 6%, да, молодцы, а второе, вот этот лидер на скольки процентах, тоже на 6, сколько лидер, вот этот, получит с этого лидера, именно получит, со своей структуры деньги он получит, 0, он получает только, за что он получает только, да, за себя, за свой заказ, да, Игорь, да, молодцы, умнички, здорово, классно, ну все, да, я думаю, считать уже смысла нет, да, то есть этот на 6, сделал 50 баллов, и этот на 6, да, то есть получается, что лидер получает только, за свой заказ, денежку, Анна, что почему? Давайте сейчас с вами посчитаем, еще, заработок вот этого лидера, этот лидер получит, какую-нибудь денежку, вот этот вот, ой, ой, почему-то опять треугольник нарисовался, но тот, который треугольником зарисовался, получит он свою денежку? Нет, да, не получит, молодцы, молодцы, почему он не получит, он не сделал 50 баллов, молодцы, далее, значит, так, стираем, вот этот лидер, он получит свою денежку, да, на 3% он ее получит, да, 150 до 45, получается, 195 ОЛГ, 195 мы умножаем на балл на выплату страны, и умножаем на 0,03, да, этому лидеру не хватило 5 баллов до 6%, если бы ему хватило 5 баллов до 6%, то мы бы умножали на 0,06, и была бы абсолютно другая сумма к выплате, так ведь, дорогие коллеги, поэтому я вас всегда прошу в конце кодолога заботиться о тех, кому, допустим, до 15% не хватает 100 баллов, или еще что-то, сказали, что я поздно пришла, вот Катюша мне что-то помогает на вопросы отвечать, да, вот, да, то есть, вот таким вот образом, иногда 5 баллов могут вылиться в абсолютно другую сумму, и намного крупнее, поэтому советуйте своим лидерам всегда обзванивать, или писать в своей команде под конец каталога, кому сколько не хватает баллов, до какого процентного уровня, потому что выплаты очень сильно отличаются, очень сильно, да, особенно если взять пример, допустим, 15%, да, или там, к примеру, 19%, да, там уже разница такая, шикарная, да, вот, поэтому смотрите, дорогие коллеги, ну и давайте последний вопрос, и будем уже с вами расходиться, да, то есть, сколько этот лидер получит, по скольки процентам, вот этот лидер получит, вот с этих 45 баллов, 340 мы уже поговорили, мы просто уже на калькуляторе решили не считать, 48 баллов, вот, ё-моё, по 6%, да, кто поставил шестерочку, молодцы, они получат, да, то есть, этот лидер со своего заказа получает по 6%, и вот с этого лидера, да, то есть, вот 50 плюс 45, да, мы 95, суммарно, умножаем на 60, и умножаем на 0,06, а с этого лидера, он уже получает маркетинговую разницу в 3%, да, а галочку не увидел, ну, бывает, бывает, тормозит иногда, да, мы уже получаем по 3%, да, и у нас получается, что верхнее плюс нижнее и окончательные выплаты, ох, Валентина, молодец какая, я и считать не стала, да, то есть, пусть у него одна веточка, да, но он вот попал в такое построение, что у него тоже будет выплата, да, и вот эти же 693 рубля у этого лидера, который на 290 баллов, они тоже уйдут в оплату заказов, и тоже уже заказ будет меньше, да, поэтому мы сейчас с вами понимаем, что когда 12% лидер, так, получил 3960 рублей, да, и сделал, к примеру, заказ на 50 баллов, да, ну, примерно 5000 рублей, да, то у него к оплате остается всего лишь 1700 рублей, а остальные денежки копятся, то есть списание объемной скидки идет до 65%, да, всем понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики, да, Валечка замечательная считает, вот кому-то дана математика, кому-то не дана, мне вот, если честно, математика не дана, я долго разбиралась, сейчас мне кажется легко, а до этого мне казалось, что я не могу, мне никогда не научиться, вот честное слово, но я подумала, что мне сложно, я не стала вникать, я пошла и начала рекрутировать, 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 да, я поняла, что мне надо две веточки, как минимум, с самого начала, чтобы они были на одном процентном уровне, чтобы все было здорово, и вот тогда у вас уже будут ваши выплаты вас радовать, из трех, из шести, из девяти процентов, пока не в тему, но АЛГ считаются все ветки, да, все ветки, Игорь, если у тебя три ветки директорские, ты золотой директор, но для получения бонусов нужно 1000 баллов, да, тогда нужны еще директорские ветки, чтобы их делать, да, 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 тоже вот видите, Игорь все понимает, он уже в последиректорский маркетинг план залез, и там уже разбирается, молодец, вот Тоня, мне тоже долго, но самое главное, это рекрутинг, это рекрутинг, это чтобы мы с вами доносили все акции, чтобы мы с вами доносили все подарки, чтобы мы с вами вот про это говорили, да, Игорь, не знаю, на скольки процентов Игорь, но молодец, ну мужчины, они редко умеют плохо считать редко, меня тоже считать учил муж, поскрипел зубами немножко, но понял, что когда он меня научил считать, я пошла учить новичков своих считать, мы созванивались, все считали, до директорские, после директорские, конечно, это интересно, интересно, когда у новичка есть вопросы, он не понимает, как ему сосчитать, и когда не понимает сам директор, да, когда новичок говорит, Аня, почему у меня пришло на тысячу больше, объясни мне, я хочу еще раз только же, да, и понятно, что если мы с вами можем сесть, посчитать и объяснить, почему вышло, да, больше или меньше, да, наоборот, лидер думал, хотел больше, а у него пришло меньше, тоже нужно все уметь объяснять, будет Флоранш и Юдашкин, Мариночка, Игорь пока зеленый, да, ну ничего, Игорь, с твоим умом быстро ты вырастешь, потому что, плох тот солдат, что генералом стать не мечтает, во, верно, ну что ж, дорогие коллеги, я останавливаю запись, если у вас есть вопросы, я никуда не ушла, да, Ириша тебя научила, да, и...